здравствуйте уважаемые розоводы в прошлом ролике я показывала что случается с розами в сентябре сегодня я хочу рассказать как применять системные фунгициды которые о которых я упоминала в прошлом ролике показывать пачки этих фунгицидов я не буду в прошлом ролике вы их видели все вот когда многие розоводы пишут что я обработал системным фунгицидом он не помогает нужен новомодный какой-то фунгицид или еще лучше начинаем искать фунгицид но причина как правило заключается не в не в самом фунгициде а причина заключается в том что обработки обработку этим фунгицидом мы провели только один раз и ждем результата такие системные препараты как ридомил голд как акробат содержанием мкц по такие препараты системные как скорди скор райок к содержанием дифеноконазола они предназначены не для лечения в основном роз они лечат растения но эти препараты системные предназначены для профилактики заболеваний на розах и на других растениях то есть они предназначены для того чтобы не допустить развитие болезни на наших растениях если же уже болезни растение заболело то сначала нужно применять контактные фунгициды как я вчера говорила такие как медисодержащие хома ксихом обига пик и прочие контактные фунгициды но такие препараты как ридомил голд акробат они содержат в своем составе не только системный фунгицид манкоцеп но там содержится еще один фунгицид и он контактного действия то есть разработчики препаратов от болезни они вот учли этот момент что сначала нужно на поверхности растения убить в этот грибок если он уже поселился на растении а затем начинать действие системного препарата вот поэтому взяв с них пример где нет контактных фунгицидов в составе там мы должны значит провести обработку сначала контактным фунгицидом ну и значит не надеяться на ридомил на его контактный фунгицид провести обработку системным фунгицидом таким как например вчера я показывала вам обига пик вот и значит как я говорю что если этот препарат системный то система извините не заключается в том чтобы провести обработку один раз и на этом система у нас закончилась система как мы понимаем это значит неоднократное применение этого препарата система то есть не менее трех обработках на всех пачках вот на ридомил голде написано что три обработки нужно проводить с интервалом когда заканчивается действие препарата действие системных фунгицидов бывает как нам по моему опыту от 10 до 18 дней вот ридомил голд у него действие системная то есть это действие его продолжается 14 дней а у фату такой системный фунгицид тоже которыми который я использую у него действие продолжается 18 дней производитель декларирует это действие 18 дней вот поэтому когда действие системного препарата заканчивается нужно провести первую обработку вы провели нужно провести вторую обработку после того как заканчивается действие этого фунгицида но не более этого если написано 14 дней то желательно через 12 дней провести эту обработку и еще раз через 12 дней то есть три обработки будет достаточно чтобы этот фунгицид у нас подействовал вот и получается что у нас вся эта обработка займет полтора месяца одним фунгицидом вот затем вы переходите ко второму к другому фунгициду меняете системный фунгицид переходите например препарату скор в котором другое действующее вещество этим препаратом тоже проводите обработку он тоже действует этот скор 14 дней еще полтора месяца вы будете обработку проводить этим препаратом и еще полтора месяца другим препаратом и заканчивается наш сезон розовый сезон наш заканчивается в этом четыре с половиной месяца у кого-то у кого-то продлевается значит еще препарат должен быть системный вот так как у меня у меня четыре системных фунгицида 4 потому что мне как раз на сезон хватает четыре контактных фунгицида на розах действия этого этих фунгицидов контактных вот и есть у меня так как я же вам показывать то есть и системных фунгицидов простите системных также у меня есть контактные фунгициды это хом бегопик и так далее это как я называю скорая помощь когда у меня розы в этом году у меня заболела сильно роза розариум ютерсон она схватила черную пятнистость она у меня не болела никогда почти а тут вот все розоводы знают что это болючая роза и она мне показала свою болючесть на седьмой год жизни вот и я ее обработала полностью всю хобби гопик прям по цветам обрабатывала на цвела во втором цветении я ее обработала всю обобрала все листья ей обработала ее болезнь прекратилась и по и потом через семь дней обработала системным фунгицидом ридамио голд я считаю что ридамио голд это лучший препарат от черной пятнистости но и от других пятнистостей на сегодня пока я у меня лучшего препарата нет кто-то может знает еще лучше препарат напишите мне в комментариях вот так что если препарат системный так и должна быть система понимаете они так многие понимают замену все рекомендуют значит препараты меня чередовать да и многие как я из комментариев и другие сайты у розоводов я посещаю смотрю многие розоводы понимают эту начинающие я имею ввиду розоводы эту замену эту буквально следующим образом пообрызал ридамио голдом через 14 дней по обрезал скором нет так делать нельзя не зря он называется системный фунгицид как работает системные фунгициды они проникают в ткани растения передвигаются по клеточному соку обладают транс ламинарной активностью это значит что они передвигаются в отрастающей части растения вот и защищают ваше растение вступает контакт с грибками разное действие там у них подавляют или жизни этих грибков или убивают грибки внутри растения вот и если грибки поселяются пытаются поселиться на растении они продолжают свое действие 14 дней и фатул 18 дней продолжает свое действие также эти системные фунгициды они бывают еще с веществами которые укрепляют иммунитет наших растений вот такое действие проводит фунгицид эфатол повышает иммунитет растения мало того вступает контакт с грибками подавляет действие грибков еще повышает иммунитет растения вот так что системные все говорят многие говорят о том что зачем использовать медиа содержащий препарат мол это старина и так далее и прочее а когда есть современные фунгициды так вот системные фунгициды они не предназначены для лечения растений заканчивая свой ролик а предназначены для того чтобы не допустить развитие растений на растениях наших грибков грибковых заболеваний вот для этого они предназначены как я уже сказала они лечат растения но убить всех грибков на поверхности растения они не в состоянии для этого мы должны использовать контактный фунгицид лучше меди содержащих препаратов то есть лучше бордоской жидкости лучше и и не придумала человечество по сей день чтобы убить контакт на болезни на растениях не придумала вот такой препарат контактный как обига пик он заменитель бордоской жидкости и он прекрасно с этим справляется именно с тем чтобы убить болезни на поверхности растений то есть как я поняла и своего опыта что сколько они брызают системными фунгицидами а контактный фунгицид нужно использовать если уже появились болезни вот если их нет то тогда он вам не нужен но не знаю вы мне напишите у кого такое было кто выращивает растения или розы и ни разу не было никаких заболеваний наверно моему всем серозаводы дадим огромную большую премию выпишем за его труд титанически что у него никогда не было болезни на розах вот я надеюсь что я понятно рассказала о своем опыте применения системных фунгицидов если вам понравился ролик поставьте мне пожалуйста лайк подписывайтесь на мой канал поддержите канал подписчики мои но мой канал смотрит очень много людей немного просмотров но на канал подписчиков у меня немного пожалуйста поддержите мой канал всего доброго вам до свидания